теперь рассмотрим кнопку вот эту красную стрелочку сегмент мод то есть когда я курсором навожу на план появляется красная стрелочка нажимаю левую кнопку мышки и план можно выделить также я могу зажать мышкой и перетаскивать этот план если я план поднимаю вверх создается дорожка в 2 также например если я хочу этот план подвинуть четко к склейке я нажимаю выделяю сначала этот план нажимаю control и потом мышкой двигаю об и ведь он четко встает к склейке один план выделяю зажимаю control и четко к склейке также если я хочу перенести например хочу выделить и видео и звук зажимаю кнопкой мышки потом нажимаю shift и выделяю остальные планы вот так с шифтом зажимаю мышкой shift shift и например shift и я их могу переносить вправо чтобы снять выделение зажимаю shift и снимаю выделение из тех планов где мне это не нужно нажимаю control z возвращаем назад следующая кнопка эта кнопка вот это она очень важная link selection тоггл если я нажимаю она активна и получается когда я выделяю план у меня выделяется и звук то есть видео у меня выделяется звук который под этим видео синхронизирован выключаю эту кнопку и например я вот этот план час перенесу вот сюда наверх теперь зажимаю эту кнопку и получается зажимаю здесь у меня выделяется вот этот звук зажимая это видео вот родной звук который под это видео идет control z этим режимом я не пользуюсь я всегда отключаю далее чтобы выделить целый фрагмент и видео и звук между вот здесь таймлинией и видео дорожка есть место если я сюда курсор мышки ставлю зажимаю левую кнопку мышки я могу вот так выделять планы вот двигаем или вот так как папку выделять выделили подвинули влево также я могу а если например у меня курсор здесь чтобы не выделить конкретно например только звук что мне нужно сделать я зажимаю на клавиатуре alt зажал alt левую кнопку мышки нажимаю и выделяю оп то есть вот здесь зажимаю alt левую кнопку мышки и выделяю те планы которые мне нужны если я выделяю план и нажимаю control c это копировать то я могу от план еще раз вставить нажимаю control в план вставляется также могу вот эти три плана скопировать control c ставлю курсор и control в ведь следующее если я нажимаю здесь правой кнопкой мышки ведь у меня горит красная стрелочка если я снимаю эту галочку все красной стрелочки нет то есть я могу по тайм-линии вот так водить мышкой никакой красной стрелочки чтобы она была активирована правой кнопкой мышки и эту галочку нет режим всегда активирован теперь нажимаем правой кнопкой мышки рассмотрим желтую стрелочку включаю желтую стрелочку а красную выключаю теперь у меня здесь появилась желтая стрелочка что она делает смотрите я сейчас сниму выделение с дорожек я хочу вот этот план например перенести влево ей видите что он делает то есть он не кран не как красная стрелочка он вставляет вместо то есть если этот час план вытаскиваю на v2 ведь он не эти планы соединяет в режиме желтой стрелочки должна гореть всегда синхронизация также сейчас я включу на тайм-линии чтобы вам было удобнее видеть клип фрейм и вот смотрите раз клип и два клип я хочу вот этот клип поменять местами с этим выделяю вот так теперь зажимаю на клавиатуре control и перетаскиваю этот план вот так с контролом оп перетащил и видите планы поменялись местами то есть режим желтой стрелочки это когда мы хотим поменять планы местами сейчас включу еще раз клип фрейм например я хочу вот этот план поставить первым вместе со звуком выделяю это еще в начало об все этот план первый можно только видео местами поменять нажимаю control тащу чтоб склейки видите планы поменялись и важно чтобы горели вот эти стрелочки это как мы нажимали кнопку x вот эти ножницы иначе будет рассинхронизация далее чтобы вставить также я выделяю планы нажимаю control c и вставляем и вот сюда control и еще раз control и ведь планы вставляются сейчас например я уменьшу тайм линию отодвинем и вот смотрите если у меня в красном режиме стрелочка я выделяю эти планы вот так control c и нажимаю вставить то он у меня затирает видео смотрите control в видео затирает если я выбираю желтую стрелочку и нажимаю control в он у меня раздвигает планы control в то же самое если скопирует только это видео одну control c и вот здесь по курсору нажимаю control в он раздвигает все смотрите еще раз control в раздвигает все но если я отключу вот эту галочку здесь и нажму control в дорожка 1 останется без изменений то есть control в нажал видите он все сдвинул мне стояли галочки а эту галочку где нету этой галочки не стоит он так и оставил поэтому в этом режиме очень важно чтобы все галочки горели control в control z нажимаем правой кнопкой мышки и нажимаем красненькую стрелочку когда горят оба режима что происходит смотрите навожу на план мышкой сверху у меня красная стрелочка ниже виду желтая то есть если я поверху работаю у меня красная стрелочка если я например виду вниз то появляется желтая стрелочка то здесь уже вот смотрите меняю план по желтому видите как он делает а сверху в красном режиме он просто затирать бот для удобства вот эту красную желтую стрелочку и назначу и на клавиатуру и отдельно на таймлинию чтобы сюда не нажимать пока пусть горит красная стрелочка дальше рассмотрим следующие кнопки вот эта кнопка mark clip она нам знакома то есть выделяем и нажимаем метки in out стоят то то же самое как ты английская на клавиатуре то есть выделяю нажимают и он ставит а это снимать метки clear boss mark это метки снимаются сейчас зайдем в клавиатуру файл сеттинг кейборд смотрим вот эта кнопка mark clip это т а это снятие меток здесь нам эти кнопки не нужны поэтому я предлагаю сюда назначить красную стрелочку а сюда желтую нажимаем control 3 дальше смотрим где эти кнопки вот они вкладка edit режим button to button красную стрелочку берем и назначаем место вот этой кнопки а желтую вместо вот этой актив поле кнопки назначили теперь посмотрим как они работают нажимаю желтую кнопку точнее желтую стрелочку включился желтый режим нажимаю еще раз желтую стрелочку желтый режим отключился нажимаю красную стрелочку включился красный режим еще раз нажимаю красную стрелочку красный режим отключился если нажимаю желтую и красную то у нас идет вот тут половинчатый режим сверху красная снизу желтая так тоже удобно работать задание к этому видео будет достаточно большим поэтому задание смотрите в описании этого видеоролика